Здравствуйте! В эфире телеканала Первый Карагандинские новости в студии Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Итак, в начале коротко о главном. Пятилетняя девочка стала жертвой надругательств педофилов Садпаеве. Ребенка нашли у него в квартире. Строгий выговор получили заместители руководителя управления государственных доходов городов Джезгазган и Садпаев. Такому же наказанию подвергнуты и Аким села Киртенденуринского района. Правда ли, что чиновники превысили полномочия. Житель Жанаркинского района упал в колодец, наполненный смолой, и скончался. Пятилетняя девочка в Садпаеве стала жертвой педофила. Она пропала 23 июля. С тех пор начались поиски ребенка. Далее к работам подключилась и полиция. Вчера сотрудники правоохранительных органов нашли девочку в квартире 50-летнего мужчины. Горожанин признался в том, что надругался над ребенком. В результате следственных мероприятий установлена квартира, в которой обнаружили пятилетнюю девочку. Полиция задержала 50-летнего жителя Садпаева, который признался, что обманом завлек ребенка к себе в квартиру и применил насильственные действия сексуального характера. Это стало известно вчера. Сразу после того в сети появился и другой ролик. На видео тот же мужчина подвергается избиению со стороны полицейского. Хотя, если судить по кадрам, задержанный получил максимум 2-3 удара. Кто и при каких обстоятельствах выложил ролик в интернет, неизвестно. Однако для полицейского это закончилось плохо. На него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Следователь отстранен от расследования. Дело уже передали другому дознавателю. Сами же жители Чизгазгана и Садпаева массово поддерживают сержанта. Они пишут гневные комментарии в социальных сетях, требуя оставить полицейского в покое. Многие считают, что сержант еще слишком мягко обошелся с задержанным. Сейчас с малышкой работают психологи. Для дальнейшего лечения ее переведут в областную детскую больницу. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести. После проведения следственных действий, в тот момент, когда следователь покинул кабинет, один из конвоиров сержант полиции допустил рука прикладства. На настоящий момент в отношении указанного сотрудника полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сержант полиции уволен из органов внутренних дел и взят под стражу. Его руководство приличено в строк дисциплинарной ответственности. Еще одна трагическая ситуация произошла в Карагандинской области. Житель Жанаркинского района упал в колодец, наполненный смолой и скончался. Трагичная история, удивившая жителей не только Жанаркин, но и всей области, сразу же появилась во всех социальных сетях. 40-летний мужчина случайно упал в колодец, наполненный смолой и не смог выбраться. Пластичное вещество стало причиной смерти молодого парня. Сейчас по данному делу полиция проводит расследование. Аким Карагандинской области Ирлан Кошанов с рабочей поездкой посетил город Джезгазган. Глава региона побывал на хозяйстве на питьевых очистных сооружениях и проверил качество питьевой воды. Кроме того, Аким области проконтролировал ремонт дорог. Стоит отметить, что по поручению Ирлана Кошанова в Джезгазгане появится новая школа и детский нейроребилитационный центр. В рамках плана развития Джезгазгана на ближайшие три года на дороги и транспорт планируется выделить около 8 миллиардов тенге. В этом году здесь будут произведены работы на общую сумму 2,4 миллиарда тенге. Выполняется ремонт дорог республиканского значения Караганда-Жизгазган. А также производится средний ремонт дорог областного значения между городами Жизгазган и Сатпаев. Дороги к аэропорту и заменят линии освещения. Также за счет трансферта области выполняется средний ремонт путепроводов номер 5, номер 6 основных центральных дорог Жизгазгана протяженностью 14 километров. Кроме того, будут ремонтироваться 9 внутриквартальных дорог за счет бюджета города. Однако Ирлан Кошанов остался недоволен работой подрядной организации «Каз Трансэнерго», которая выиграла конкурс на всех шести участках дорог. Глава области поручил взять под жесткий контроль качество выполняемых работ. Я в Королянбе уже, Тимир-Тау, везде вас встречаю, некачественно делаете. Почему некачественно делаете? Как некачественно? Стараемся качественно. Вы в этом году ослаблено, переделывали все? Да. Республиканские дороги в черном списке. Республиканские черном списке? А почему у нас выигрываете? Не, она не распространяется. Распространяется? Значит, в прошлом году была вратовник не только наша дорога, а без горки. А за других сами ответили? Ну, без горки были в этом. Это так и не могли понять, в чем проблема. Заставьте все переделывать. Это переделка. Я отвечаю. Хорошо. Затем Ярлан Кушанов посетил хозяйственно-питьевые очистные сооружения, чтобы проверить качество питьевой воды в городе. Очистные сооружения в Жасказгане были построены в два этапа. В первую очередь сдавали еще в 1967 году, вторую – в 1987. Поскольку численность населения в городе увеличилась, стали строиться новые промышленные объекты и повысился объем потребления питьевой воды. На сегодня уже разработана проектно-сметная документация. Для реконструкции и модернизации очистных сооружений на общую сумму 15,2 миллиарда тенге. Однако, как отметили специалисты, в улучшении качества воды, которая подается потребителям, важную роль играют водопроводные трубы. В этой связи в плане развития региона на ближайшие три года предусмотрена реконструкция водопроводных сетей. В тот момент, когда именно паводок, у нас вода несколько мутнее. Но в любом случае она в рамках... Но мутнее, когда к вам поступают? А после вас она чистая? После нас она все время идет в рамках требований санитарных норм. Вот сейчас у нас, например, вода на втором подъеме, то есть подача в город, 0,3 миллиграмм на литр. Это гораздо чище, чем в Карганье. Вот сейчас можете даже попробовать воду у нас. Кроме того, уже в этом году в городе должны открыть областную специализированную школу-интернат для одаренных детей на 250 мест. Это учебное заведение пока будет располагаться в здании одной из городских школ. А в 2018 году планируется построить новое здание. Акимобласти Ерлан Кушанов ознакомился с проектом и предполагаемым местом для строительства школы. Чтобы построить школу, нужно 3,5 гектара земли. Но на данный момент такая большая площадь есть только в том месте, которое значится в проекте. Здание рассчитано на 900 учеников. Должны полностью достроить в 2019 году. Подходящего, большого именно для территории этой школы, подходящей нет в городе. И поэтому вот остановились на этом участке. Здесь планируем построить на 900 мест. Школа будет у нас трехэтажная. На территории школы предусмотрено и футбольное поле, и баскетбольное, и волейбольное поле. Место для игровых занятий. В сфере здравоохранения трехлетний план развития Жизказгана предполагает, что больницы и поликлиники будут оснащены техникой и изделиями медицинского назначения на 75%. Санитарный автопарк будет обновлен на 100%. Больничный городок будет восстановлен. Капитально отремонтируют центральную больницу, дом ребенка и отделение областного наркологического диспансера, а также главный корпус Жизказганской поликлиники. В рамках государственно-частного партнерства в здании центральной больницы откроют детский нейрореабилитационный центр, в котором смогут лечиться и проходить реабилитацию около тысячи детей в год. В Жизказгане также планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и открыть несколько детско-юношеских клубов физической подготовки. В завершении глава региона отметил, что в плане развития предусмотрено все, что является важным и перспективным для региона. Строгий выговор получили заместители руководителя управления государственных доходов городов Жизказган и Сатпаев. Такому же наказанию подвергнутый Аким села Кертенде Нуринского района за превышение должностных полномочий. Дисциплинарное дело в отношении чиновников рассмотрели на очередном заседании Совета по этике. Заместитель руководителя управления государственных доходов города Сатпаев Мултыкбай Серегбаев наказан за установку скрытой камеры в кабинете своего подчиненного. Однако ответчик уверяет, что камера вела запись без звука, а принять такие меры пришлось из-за подозрения в коррупционных деяниях. Со слов руководителя УВД Сатпаева, он объяснял это тем, что у него есть информация о том, что его подчиненный берут материальные вознаграждения и податки одного логопатического. Целью подтверждения этих доводов им было самостоятельно решение. Однако приведенные доводы со стороны защиты не убедили присутствующих, и коллегия пришла к общему мнению, что даже если и были выявлены нарушения сотрудниками, то камеру тем более скрытую устанавливать право никто не давал, ведь это превышение должностных полномочий. «Я работаю на этой должности с нового года. Камеру просто перенёс на другое место, чтобы самому убедиться. Хотел предупредить в понедельник, но не успел. Вот и получилось, что без предупреждения поставил камеру. Но видеокамера не сохраняла запись и снимала без звука». В итоге Совет по этике единогласно принял решение сделать строгий выговор Мултыкбаю Серегбаеву. «Я работаю на другое место, чтобы не было. Я работаю на другое место, чтобы не было. И я работаю на другое место, чтобы не было. Следующее дисциплинарное дело было рассмотрено в отношении заместителя руководителя управления государственных доходов города Жизказган Асила Альсиитова. Как выяснилось, сотрудниками полиции в отношении обвиняемого составлен административный протокол по факту управления транспортом в нетрезвом состоянии. «С установлением суда 5 июня 2017 года Асиит в признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на 3 года. В ходе служебного расследования Асиита также свою вину в нарушенном служебнике признал и показал, что правонарушение было совершено им по неосмотрительности. Таким образом, анализ собранных материалов показал, что в действиях Асиита имеются признаки нарушения подпункта 13.5 и подпункта 1 пункта 7 этического кодекса, выразившихся в несоблюдении общепринятых морально-этических норм во внеслужебное время, нахождение в общественных местах состояния опьянения, а также допущение совершения правонарушения, за которые законно предусмотрена административная ответственность. Данное дисциплинарное дело вносится на ваше рассмотрение». На этот раз чиновнику был вынесен строгий выговор, но председатель заверил, сейчас рассматривается вопрос о переносе определенных правонарушений из этического кодекса в разряд проступков, которые могут стать причиной увольнения. «Правонарушения, поэтому, опять же, здесь мы можем максимально наказать в виде строгого выговора. Но сейчас, как я уже в тот раз на прошлом заседании говорил, рассматривается вопрос о переносе определенных правонарушений из этического кодекса в разряд проступков, дискредитующих государственную службу. И тогда, если эти правонарушения будут перенесены, то мы можем потом наказать более строго, то есть вплоть до увольнения. Поэтому сейчас, учитывая, что это рассматривается как этическое правонарушение, мы можем дать только строгий выговор. И в завершение члены Совета по этике рассмотрели дело Акима села Киртенды Нуринского района Яркина-Оспанова, который обвиняется в нарушении норм служебной этики. Установлено, что 8 июня текущего года на одной из автозаправочных станций посёлка Киевка, что в Нуринском районе, произошёл инцидент, где Аким села Киртенды допустил действия, которые не соответствуют служебной этике. «Тогда я никак не нарушил правила служебной этики. Я не выражался грубо и тем более не лез в драку. По-человечески поговорили, но никакой драки там не было. Ведь я всегда стараюсь соответствовать своим должностным полномочиям и всегда соблюдаю все правила этических норм». Однако в ходе заседания были предоставлены видеоматериалы. По итогам всех обсуждений коллегия пришла к единогласному решению. Строгий выговор в отношении Акима села Киртенды Яркина-Оспанова. Асель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 17 по 30 июля. Газированные напитки в ассортименте 1,5 литра, 189 тенге. Средства для стекол «Клин» 500 мл, 399 тенге. «Макароны Борис» 1 кг 135 тенге. «Сервилат» 1 кг 995 тенге. «Скиф» просто сравни цены. Угнанная машина в Павлодаре была найдена в Караганде. Местные полицейские, гоняясь за нетрезвым водителем, задержали угонщика машины в Павлодаре. Действие происходило на оживленной улице, поэтому видео с места происшествия сразу облетели соцсети. 21 июля сержанты полиции Околсиерик Толюбаев и Арман Блялов заступили на службу. Из Центра оперативного управления сообщили о том, что во дворе дома по улице Крылова водитель Мерседеса и его пассажиры распивают спиртные напитки. При виде сотрудников водитель тронулся с места и начал движение. Догнали нетрезвого водителя, полицейский у соседней улицы. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что автомашина Мерседес находится в розыске с 2016 года. Ее угнали в городе Павлодар. На данный момент в отношении задержанного водителя проводятся все необходимые следственные действия, в ходе которых будет установлено, причастен он к угону или нет. Отдельным будет рассмотрено дело об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее лишенным данного права. Согласно статье 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находившись в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, наказывается штрафом в размере до 500 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам, либо арестом на срок до 90 суток. Люди едва не утонули на озере Балхаш. Гости из Тимиртау перевернулись на лодки. ЧП произошло в районе Белого Камня. Жители соседнего города вышли на озере на моторке. Вместо четырех допустимых пассажиров на судне разместились сразу семь человек. Спасательных жилетов ни на ком не было. Компания успела отплыть от берега на несколько сотен метров. Моторная лодка не выдержала перегруза и перевернулась. Четыре человека вплавь добрались до суши, остальные остались в воде. Спасатели прибыли через несколько минут и подняли тонущих в катер. Никто не пострадал. Более 200 экспонатов расскажут всю историю Сакаровского района. В областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Сакаровский район. Вчера и сегодня». Мероприятие организовали в рамках реализации программы «Туганжир». В рамках программы реализации «Туганжир» и в честь 85-летия областного историко-краеведческого музея в Караганде продолжается «Неделя музеев». Очередным свою экспозицию представил историко-краеведческий музей Сакаровского района. На выставке представлены более 200 экспонатов. Самые древние – это самовар конца 19 века и колокольчик «Вайдайский» 1816 года. Основную часть экспонатов музею подарили потомки переселенцев, отмечают сотрудники музея. В рамках программы реализации «Туганжир» и в честь 85-летия историко-краеведческого музея Караганды организовали выставку. В этой выставке мы привезли около 200 экспонатов. Через эти экспонаты мы постарались показать историю нашего района Сакаровского. Здесь есть предметы быта казахского и других народов Сакаровского района. Рассказывается история депортации спецпереселенцев. Помимо предметов быта, на выставке представлены стенды, посвященные знаменитым труженикам-героям СССР. Также размещены архивные документы и материалы о трагических последствиях коллективизации, образовании спецпоселений на территории Сакаровского края. Выставку посетили от самых маленьких до почетных жителей Караганды. Действительно, это поясни колоссальное событие, поскольку она стирает грань между прошлым, будущим и настоящим, прокладывает тропинку от тех мест, которые находятся, казалось бы, рядом. Особое внимание привлекает, конечно, экспонаты военных лет. Очень трогают и берут за душу письма военных лет, справки о ранении. Это то, что действительно живется внутри нас, внутри каждого из нас, внутри каждого взрослого ребенка. Действительно, это очень интересный экспонат. Также на выставке представлена вся продукция, производимая в Сакаровском районе. Зерновая культура, мука и молочная продукция. Под впечатлением от увиденного остались дети. Больше всего их заинтересовали чучело животных. Мне понравилась очень эта выставка и больше всего вот эти экспонаты. Я учусь в летнем лагере, в 63-й школе. И мне больше всего в этом музее понравился этот экспонат. В этом году Асакаровскому музею исполнилось 5 лет. Несмотря на свой молодой возраст, музей показывает самые старые и трогательные моменты из истории района. Выставка будет радовать гостей и местных жителей всю неделю. С 25 июля по 31 июля. В Караганде пройдет День гражданских инициатив. Первое в истории мероприятие пройдет в рамках реализации общенациональной программы «Рухани Жангру». В этой связи региональный проектный офис по реализации данной программы в нашем регионе приглашает всех неравнодушных граждан, представителей некоммерческих, молодежных организаций, политических партий, бизнесменов на первый день гражданских инициатив. Мероприятие будет проходить 28 июля 2017 года по адресу город Караганда, улица Гоголя, 31, офис 204. Сделать жизнь в родном городе и районе интересней, качественной и достойной главная задача инициаторов Дня гражданских инициатив. Все предложения и инициативы будут рассмотрены, а самые интересные и значимые из них войдут в один большой национальный проект президента страны в программу «Рухани Жангру». На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала «Первый Карагандинский». А я с вами прощаюсь. Аман Сауболмсдар. Субтитры создавал DimaTorzok